«Но можно хотя бы один раз без ругани», – взмолилась Оксана. Мать на удивление замолчала. Положила себе еду в тарелку и села за стол. Отец, как обычно, молчал. И если бы его не задевала мама, все было бы хорошо. Но мама, все ей было не так. Не стесняясь присутствующих за столом детей, она затевала скандал по любому поводу. Оксане иногда даже казалось, что она специально ждет отца с работы, чтобы поругаться. И если он хотя бы чуть-чуть задерживается, она мечется, как тигру в клепке. Ее все раздражает, все злит. Оксана, которой уже исполнилось 14 лет, в такие моменты старалась не попадаться ей на глаза. Но Кирюша, младший брат, не понимал и лез к матери. То с вопросами, то с игрушками, то с рисунками. И ему тоже попадало на орехи. Маму Оксаны звали красивым именем Эвелина. Мама с папой были у нее те еще романтики. Хотя Эвелине не очень нравилось свое редкое имя, но оно было все же лучше, чем... Словом, когда к ней в класс пришли девочки с именем Люция и Рева, то Эвелина поняла, что могло быть и хуже. Близняшек назвали в честь Октябрьской революции. Если имя Люция было еще куда ни шло, то Рева, ну уж совсем. Так что с некоторых пор Эвелина перестала стесняться своего имени и даже гордилась им. А папу у Оксаны звали просто Вадим. И познакомились они с Эвелиной случайно в автобусе. Эвелина забыла деньги, а Вадим оплатил за нее проезд. Яркая, красивая девушка очень понравилась Вадиму. Стали встречаться, гуляли долго, но дальше дружбы дело не шло. Уже родители и с той, и с другой стороны подружились и общались как родные. Уже понравились друг другу и даже все вместе нередко отдыхали на природе по праздникам. Но Эвелина и Вадим встречались, общались. Однако между молодыми людьми никаких признаний так пока и не прозвучало. Главным образом потому, что Эвелина предпочитала держать дистанцию, позволяла себя любить, но не выказывала особой взаимности. Только дружелюбие, не больше. Все ждали, что будет дальше и не вмешивались. Спустя два года, наконец, молодые люди заговорили о возможной свадьбе. И Вадиму, похоже, удалось растопить ледяное сердце красавицы Эвелины. Однако и на этом этапе тоже все зависло. Ни да, ни нет. А потом Эвелина забеременела. Тут уж свадьба и свершилась. Родилась Оксана. И стало ясно, что встречаться — это одно, а жить вместе, да еще с маленьким ребенком — совсем другое. Тысячу раз Вадим порывался уйти, но тысячу раз возвращался. Невыносимо было терпеть упреки жены. Эвелине все было не так. Она ворчала по каждому поводу, как старая бабка. Что ей не хватало? Жили отдельно. Родители скинулись и подарили детям квартиру. Работали оба. Денег хватало. Конечно, в декрете было тяжеловато. Но Эвелина быстро из него вышла, отдав Оксану в детский сад. Девочка была совершенно беспроблемная. Только в владенчестве она ночами капризничала. Кричала и плохо спала. А как исполнился годик, так стало постепенно все лучше и лучше. Хотя Эва все равно была недовольна и находилась, о чем спорить и ругаться с мужем. «Где мои носки?» спрашивает Вадим однажды утром. «Мы живем с тобой четыре года, и ты не знаешь, где носки лежат? Да они всегда на одном и том же месте. Разуй глаза. Почему надо все время спрашивать о каждой вещи? У нас что, полтергейст командует в доме и перекладывает вещи?» «Эва, ты не можешь просто сказать, где они, и инцидент будет исчерпан», – просит Вадим. Он уже начинает заводиться. «Вот они, твои носки, вот! Надо быть совсем слепым, чтобы не заметить их! Или тупым!» – выкрикивает Эвелина. Она демонстративно вручает мужу носки и идет убирать игрушки Оксаны, швыряя их в коробку. «И ребенок туда же ничего сама не хочет делать, только разбрасывает!» «Ей три года только!» – восклицает Вадим. «Вот именно! А уже лентяйка!» «Закрой за мной дверь!» – просит муж. Он на танец собрался на работу. «Сам закрой!» – отвечает Эвелина. «Почему я должна за всех все делать?» Папа Оксаны молча достает ключи и уходит. «Надо сводить ребенка в зоопарк или в цирк», – заявляет вечером Эвелина. «Как думаешь, куда лучше?» Муж молчит. Он читает какую-то книгу. Мама Оксаны срывается на визг. «Что ты молчишь?» «Глупой!» «Я спрашиваю, куда ребенка сводить в выходной?» Вадим отрывается от чтения и, прищурившись, смотрит на жену. «Я не слышал, что ты сказала?» «В зоопарк или в цирк?» «Я спрашиваю тебя!» «Цирк? Зачем? Я не люблю цирк», – рассеянно отвечает мужчина. «Да не ты, а Оксана!» «Ну, мне все равно. Если ты хочешь, выбирай сама, куда пойти». И весь вечер продолжается ругань. Мама ворчит. Папа сначала молчит, а потом потихоньку тоже начинает. И в конце концов доходит до того, что он, хлопнув дверью, уходит к родителям. Живет у них неделю, другую, а потом возвращается. Тут, конечно, мама Оксаны измывается над ним по полной. Но он терпит. Ради дочери. Со временем Эвелина затихает. И так по кругу, до следующего раза. Однажды Вадим ушел по-настоящему. Серьезно. Абсолютно и навсегда. Даже вещи забрал. Но вскоре обнаружилось, что Эвелина ждет ребенка. И он снова вернулся. «И вас опять свел вместе ребенок?» Спрашивала потом мать, подросшая Оксана. Она знала всю историю знакомства матери с отцом и подозревала, что именно она связала их когда-то. Не забеременела бы мама, и, может, не поженились бы родители. А потом, через 10 лет, родился Кирилл. И его рождение сыграло такую же роль. Мать делилась с дочерью всеми своими обидами на Вадима. «Отчего он такой непутевый? Ни поговорить, ни сходить с ним никуда, ничего не хочет, ни к чему не стремится, скучный, занудный. Только знай себе, сидит и читает свои скучные книги или калякает что-то в своей тетради. Пишет и пишет, как заводной. Не видит и не слышит, что вокруг него происходит. Кому нужна его писанина? Для чего это? «Мам», – тихонько спрашивает Оксана. «Ты его любишь? Что за глупости ты говоришь? Как в кино, ей-богу!» – фыркает мать и идет в другую комнату. «А я папу очень люблю», – продолжает говорить девочка. «Он самый лучший». Отец действительно часто был занят, но с ним и тогда можно было просто посидеть, прижавшись, и помолчать. Пока он читал свои умные и, по мнению мамы, скучные книги. Это было очень душевно. Я сказала ему, что этим летом обязательно поедем отдыхать. Три года уже никуда не ездили. Мама снова вернулась в комнату и продолжала ругаться. А он мне «Посмотрим!» Куда он смотреть собрался? Всякий раз так, мямля! «Посмотрим!» Означает, посмотрим, что он не хочет. Просто не говорит, ты мужик или кто. Так и скажи, что тебя не устраивает? А я тоже не хочу никуда ехать. Мы с Кирюшей лучше к бабушке с дедушкой в деревню. Задумчиво проговорила Оксана. «Ну и езжайте!» «Я одна поеду отдыхать!» «Мам, а как же без папы-то?» «Он обидится!» Я его спрашивала. «Сам виноват!» «Вот пусть и дальше смотрит!» «Куда он там хотел смотреть?» «В мистическую чашу?» «Может, она ему даст ответ!» Усмехнулась Эвелина. Прошло десять лет. Вадима не стало внезапно. В один миг. Никто не ожидал такого. Вроде бы и за здоровьем он следил. А вот случилось. Эвелина ходила вся черная. И еще больше ругалась, что Вадим ее бросил одну. Покинул. Плохо поступил. Однако именно тогда она почувствовала, что муж, многократно ею порицаемый, все же родной человек был. И без него стало совсем тягостно. Хоть и не любила она его. Да, не любила. Это она четко понимала. Хоть и не говорила вслух. Но за все эти годы, прожитые вместе, привязалась к нему. А может, просто привыкла? Оксана уже замуж вышла. Ей исполнилось двадцать шесть. А Кириллу шестнадцать. Скоро школу оканчивал. Нужно было куда-то поступать. Выбирать вуз. Но мысли Эвелины разбегались. Не хотелось ни о чем думать. Надо бы посоветоваться с Вадимом. Куда поступать ему, Кириллу-то? Непутевый, бестолковый. Учиться не хочет. Меня не слушает. Да грубит. Ой. Эвелина в такие моменты не сразу осознавала, что с Вадимом уже не посоветоваться. Нет больше Вадима. Хоть и не советчик он был никакой. Что ни спроси, все не знаю. Как хочешь. Или посмотрим. Слово, которое раздражало Эвелину больше всего. Чем жил человек? Чего добился? О чем думал? Зануда. Мямля. Продолжала она ворчать по привычке, готовя на кухне или проводя уборку в доме. Представляешь, Оксана. У него другая женщина была. Все. Все эти годы. Мать рыдала и проклинала Вадима. Люди добрые рассказали мне. Кто бы мог подумать. Вот тихоня. И что ему не хватало? Все мужики одинаковые. Неблагодарный. Я о нем заботилась. Готовила его любимые блюда. Обстирывала. Обглаживала. В доме не пылинки. Всегда чистота. Порядок. А он с ней в гараже своем встречался грязным. Фу. Как низко. Я и не думала о таком. Уверена в нем была. А зря. Как он мог? Оксана тоже была удивлена не меньше матери. Этот поступок совсем не походил отцу. Ну ни капельки. Однако она понимала, что раз такое произошло, то на это у отца должна была быть очень веская причина. Вероятно, с той женщиной у него была хоть какая-то отдушина. Ведь дома его ждали постоянные скандалы. А ее и Кирилла отец очень любил. И потому, наверное, терпел все это и не уходил от матери. Оксана умудрилась найти эту женщину и поговорить с ней. Девушке очень хотелось посмотреть ей в глаза. Они сидели на лавочке в парке и разговаривали об отце. Мы с ним стихи читали. Классику. Про звезды много разговаривали. Про космос. Он признался мне, что давно пишет книгу. Почти закончил. Он столько всего знал. Интересно так рассказывал. Про Вселенную, про физику и разные явления. Фантазировал про инопланетную жизнь. Мы мечтали. Ой, прости, Оксаночка. Я не хотела расстраивать тебя. Не плачь. Мне ведь его тоже не хватает. Он говорил, что не хочет и не будет ничего менять, потому что очень любил вас, детей, тебя и Кирилла. Я знала все ваши дела, заботы. Он мне рассказывал. Делился. Антонина, именно так звали эту женщину. Некоторое время тихо плакала и вытирала слезы бумажной салфеткой. Оксана молчала и разглядывала ее. Она была совсем не такая красивая, как мама. Не такая ухоженная. У нее не было маникюра и стрижки. Простой хвостик, заколотый дешевой заколкой крабом. Волосы с проседью. И фигура у нее была неинтересная, как мешок с картошкой. Так говорила мама про подобный типаж. Сама мама жестко следила за собой и выглядела, как с обложки журнала. Сидела на диетах. Занималась фитнесом. Маникюр, макияж, модная стрижка. «А у меня здоровье слабое», — схлипнув тихо, призналась Антонина. «По-женски совсем плохо. Я ему сказала однажды, что я не могу это. Но ты понимаешь, нельзя мне совсем. Операция была и не одна. Так сложилось. И детей не успела завести. Одна куковала. А потом Вадима вот встретила. А он... Он шутил, что у нас платонические отношения. Вот. Ты не дерли на меня зла, пожалуйста. И за папу молись. Он был хорошим человеком. И вас не предавал. Просто нужна была ему эта отдушина». Оксана рассказала матери про книгу. Но та очередной раз фыркнула и не поверила. «Кому может быть интересна его писанина? Ерунда все это». Много позднее, когда Кирилл стал взрослым, он занялся этим вопросом и уговорил сестру помочь ему. Они отыскали папины рукописи, привели их в порядок и отнесли в издательство. Книга все-таки была опубликована и даже имела некоторый успех в определенной среде. Это была научная фантастика. Эвелина переобулась на ходу и стала на всех углах превозносить талант мужа. Ведь ее, как вдову писателя, пригласили пару раз на презентацию книги, и она получила свою порцию славы. «Да, муж мой был замечательным человеком», – отвечала она на вопросы журналистов. Только его никто не понимал, как и многих гениев. А у каждого гения за спиной стоит его женщина, его муза. «Я поддерживала мужа, как могла, но он рано покинул нас». Она картинно прикладывала к совершенно сухим глазам белоснежный платочек. Антонина тоже пришла на презентацию. Она сидела на самом дальнем ряду стульев в уголке и загадочно улыбалась. Ведь только она знала, кто был настоящий музой писателя. Дорогой слушатель! Все истории на канале, взятые из писем обычных людей, из открытых источников интернета. Если вам понравился наш канал, просим поставить лайк, подписаться на него и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok